приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про интересную награду из режима воффентрагера а также про большой ребаланс патч 1.32 который все ближе но вначале хочу вам так сказать про рекламировать сам себя у меня на стримах я беру три отметки на танках которые мы выбираем на аукционе вот допустим нынешний танк на котором я взял три отметки это пантера 88 когда я на ней дошел до 90 процентов начал принимать заявки на следующий аукцион когда уже было 95 процентов и три отметки я взял среди всех заявок которые были на аукционе я выбираю победителя и это танк будет следующим на котором я буду брать три отметки в этот раз выиграл м47 паттон импрувид когда на этом импрувиде дойду до 90 процентов снова буду набирать ваши предложения в аукцион и когда добью 95 процентов буду выбирать следующий танчик на три отметки занятие интересное поэтому заглядывайте на стримы если есть желание ну а теперь к новостям мира танков в режиме воффентрагера новой наградой в аренду за прогрессию на двадцатом этапе будет новый польский тт-10 цоук панцерник я прям специально посмотрел точнее послушал как она правильно читается цоук панцерник танк линкор если по буквам читать то вообще вы не понятно что получается поскольку некоторые буквы тут пропускаются некоторые откуда-то появляются интересный конечно язык написано одно читаешь вообще непонятно откуда оно взялось в общем такой вот у нас танк линкор стиль у него называется ведьмак это десятка я уже говорил 254 пробития бэбэшкой 560 альфа орудие вниз опускается на 8 градусов 036 точность 2 и 3 сведения 2 600 дпм 2 700 хп приличная такая циферка 350 броня корпуса во лбу 350 броня башни во лбу 120 борта 100 корма борт башни 185 150 корма башни короче это такой вот тяжеловес 72 тонны танчик весит удельная мощность 12 с половиной в общем такой вот реально танк линкор только что-то у этого большого танка пушечка поменьше чем у 60 тп специальные снаряды здесь 315 пробития под калибером но это не сказать что много в общем танчик про броню но этот недавно видос не рью смотрел и он в бою попался против этого панцерника и чё-то голдой он в нлд бодро так его пробивал хотя пробитие на вилке не прям уж большое то есть на этом огромном танке еще и нлд надо будет прятать желательно у всех танков конечно нлд прятать но этот танчик же медленный и огромный но наверное если спрячешь то оно должно танковать я надеюсь ну и чё тут от ведьмака в этом стиле я конечно не знаю чё-то как-то она не особо на ведьмака похоже переходим к следующей новости большой ребаланс техники обновление альфа принесет в игру изменения параметру многих боевых машин некоторые совсем недавно упоминались статьях о ребалансе а некоторые не менялись уже очень давно будут пересмотрены характеристики более 40 танков носа более 40 это сколько 41 среди которых т-95 в 42 01 чифтейн заслуженная награда которую понерфили в хлам просто испоганили на нем пушку зачем-то и все справились а там опять эти подкалиберы дурные которые я просто недолюбливаю к 91 которых в рандоме просто не существует никто на этом играть не хочет она очень неприятное сложное неудобное не удивлюсь если туда пушку воткнут какую-нибудь похожую на пушку 62 чифтейну можно просто вернуть параметры как было будет смешно если его апнут и сделают лучше чем было ст2 который я сразу сказал что он не очень еще когда он выходил и в ветке у него танки тоже так себе и башня медленно ворочаться и броня слабоватая и пробитие не выдающиеся единственно что стабилизация прикольная ну и все но там башня поворачиваться 1 радуза в год следующий танчик объект 140 и тут дальше написано еще т-54 там вся ветка из средних тяжелых танков советских они все там не очень что-то 44 что т-54 что из 3 что к в 4 ст 1 эти все многие танки они устарели и их не существует в рандоме они сильно слабые 28 вариант 4 там просто испоганили многие танки советские они просто на днище но и вот объекту 140 тоже можно пушку от 62 воткнуть поскольку там везде одна и та же пушка плюс-минус но только на 62 она стала сильной более-менее а у этих танков чет как-то ничего опять же тай-5 хэви сделали имбовую фугасницу переделывали в фигню полную потом сказали что на танки никто не играет понятное дело никто не хочет играть на помойке и сказали поэтому ребаланс еще не надо и тут вдруг в этом большом патче с и большим ребалансом понадобилось его все-таки апнуть почему нельзя было вы апнуть его в тот момент когда аппали охо почему-то нельзя было видимо отложили это на этот большой патч чтобы было чего в нем вообще делать чтобы он реально был большой поскольку эти ребалансы все можно было выпустить давным-давно они все были очевидны и напрашивались уже много лет но почему-то надо вот хайпануть в большом патче это они делать все вовремя наверное еще и type 4 хэви апнут поскольку он там вообще на дне тоже но хотя бы охотом чуть-чуть апнули поскольку он является оригиналом карачуна также вот t54 написан я думаю что там и 430 и 430 у можно чуть-чуть подкрутить циферки поскольку если все эти танки переапать то 430 у еще глубже спустится а он и так после нерфа кривоватый t54 просто очень слабая броня и очень кривая пушка невероятно танк плохо себя показывает его очень жестко пробивают хотя когда-то он от башни играл хорошо орудия просто очень устаревшие тигр 2 собираются улучшать видимо из 3 за который я уже говорил я думаю что многие еще там советские всякие ведра тоже надо апнуть также лев хотя бы не сказал бы что это сейчас самый плохой прям танк и это тут единственный прям так который написан я думаю что нам еще много прям танков надо апнуть тот же самый st2 vk 168 01 маус бургер к в 4 криславского panzer 58 муц из 5 вот после апа как был на дне так и есть на дне т26 е5 за льготные танки ничего не буду говорить поскольку обещали их не трогать кировец один можно было бы немножко пушку улучшить он тоже на дне 59 паттон вот апнули ничего не изменилось вообще гениальный ап без апа танках был просто внизу так там и остался то же самое центурион мк 51 вот это вот чудо-юдо с ковшом м 48 а2 vk 168 01 п и вот тут еще есть лев но все кто ниже него с ними чё пофиг ну и наверное самый долгожданный ап это из 7 и всем конечно давно уже можно апнуть но на самом деле на нем можно и сейчас играть просто вокруг столько всего по переапали столько всего сильного ввели что немножко периодически отстает то там то тут и чувствует себя комфортно только если вот где-то от кучи стал и стоишь и аккуратненько что-то пытаешься там наиграть не самая там точная стабилизированная пушка не самое лучшее пробитие и корпус на самом деле пробивается голдой голдой сейчас стреляют на десятках многие не так уж сложно ну и часто арта не дает поиграть от башни тоже проблема но я вот что думаю хорошо ли в одном патче 40 плюс танков ребалансить почему-то это как-то не постепенно почему-то мне кажется что целевая аудитория может немножко обалдеть с таким большим ребалансом в моменте попробую еще уследить что там вообще будет происходить но с другой стороны возможно много людей захотят попробовать тот или иной танчик может кто-то даже в игру вернется посмотреть на какое-нибудь свое любимое ведро которое уже давно не играбельная а в этом патче может быть станет играбельным ну и многие конечно же обратили внимание что тут написано не об танков а ребаланс то есть тут могут некоторые цифры пойти в плюс некоторые в минус а кто-то вообще говорит что наконец-то нерв и всем но я сомневаюсь что эти ведра можно вообще хоть как-то понерфить поскольку они ниже плинтуса уже не упадут но если бы и родилась ради баланса то это все можно было бы сразу делать более-менее адекватно но у нас баланс делается ради хайпа чтобы создать какой-то там крупный патч танки апаются или нерфятся или выводятся из игры не потому что так надо ради игры а потому что танкисты панели и какую-нибудь допустим елку илсе в n90 убрали из продаж а если бы не ныли то она так бы продавалась и кучами она каталась вот так и работает эта игра пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока